Снега нет, а наледь есть. Погода в Ульяновске сложилась неустойчивая. То плюс, то до минус десяти. Результат – тонкая корка льда на дорогах. Если в центре города за состоянием тротуаров тщательно следят, то в спальных районах попадаются непроходимые места. Вот, например, 19-й микрорайон. Здесь сразу после пешеходного моста через Свиягу начинается ледяная горка. По ней жители за Свияжье каждый день добираются на работу и в образовательные учреждения. Их на этом пути два – автомеханический техникум и Ульяновский колледж культуры и искусства. Не идется и не едется. Лед – гость, появляющийся зимой неожиданно. А значит, встречать и провожать местные службы должны его оперативно. Однако так бывает не всегда и, надеяться, приходится на себя самого и на удачу. Видимо, нет ледяного дождя так часто, как бывает. Но пока, по крайней мере, никаких попыток по устранению последствий ледяного дождя я не вижу. Скользко, аккуратно, достаточно. Вот, все сразу налицо. Ну да, скользко, очень скользко. Видимо, некому обрабатывать. Мост еще как-то обрабатывают, а уже подход к нему нет. Будем надеяться, что исправится. Для травмпунктов города и области наступила горячая пора. Жители обращаются с различными травмами, ушибами, растяжениями, переломами. Нередко скользкий тернистый путь приводит на больничную койку. Специалисты рекомендуют забыть о каблуках до весны. Конечно, самый банальный, но эффективный совет. Ходить нужно не спеша, не пряча руки в карманы. Чаще всего у нас ломается или так называемый перелом лучевой кости в типичном месте, потому что в результате травм мы инстинктивно выставляем руку вперед. Или, соответственно, всей массой тела мы падаем на ту или иную ногу. Соответственно, это у нас перелом лодыжки и перелом кости голени. Важный момент. За дорожки общего пользования отвечают органы местного самоуправления, то есть администрация города. Все пешеходные зоны дороги, согласно нормативам, должны быть обработаны. На сегодняшний день МБУ «Доримстрой» сосредоточили усилия на обработке противогололюдными реагентами тротуаров. На эти работы выезжает до 30 единиц спецтехники. Мы начали сразу обрабатывать тротуары, дорожное полотно твердым реагентом и песко-соляной смесью. Это продолжится в постоянном режиме, пока будет налить на дорожном полотне и на тротуарах. Предотвратить проблему можно еще одним способом. Пожаловаться на скользкие тротуары ульяновцы могут по телефону Единой региональной службы 122.